Семён Аркадьевич Багдасаров с нами. Серьёзный человек. Давно с нами неделю не был в эфире. Мы все соскучились, жаждем знаний, информации и анализа. Директор Института стран Ближнего Востока и Центральной Азии, экс-полковник. Вообще такой знающий многое человек. Здравствуйте, Семён Аркадьевич. Добрый день. 5533 вести от наш СМС-портал, друзья. Ну, не говорили мы вот о чём. Приняли же мы постановление в недавнем времени об отмене транзита грузов НАТО и международных сил в Афганистан. И в связи с этим, какие последствия грядут для нас? Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что после известных событий 11 сентября в Соединённых Штатах, в Нью-Йорке, было принято решение, во-первых, Соединёнными Штатами ввести войска в Афганистан свои. Они призвали к этому своих союзников по НАТО. Впоследствии им удалось втянуть в эту операцию и некоторых, как ни парадоксально, наших союзников, которые символически там присутствовали, да и нас самих, если честно говоря. Тогда Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял резолюцию, призывающую все государства оказать поддержку в борьбе с терроризмом, которая предполагала, что они там будут ввести. Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что события 11 сентября произошли, а вот войск уже был в октябре. Я, как имеющий отношение к армии, закончив три военных вуза, скажу, что даже командные штабные учения, не то что полка, батальона за это время трудно спланировать и провести, а американцы уже вводили. Это говорит о том, что у меня впечатление, я не конспиролог, к конспирологии отношусь очень отрицательно, что они были готовы к развитию подобной ситуации, потому что быстро начали вводить войска в страну, где всегда есть много неожиданностей в военном плане. Это показал опыт ввода советских войск и вообще историю этой страны. Это первое. Второе. Значит, действительно, мы оказывали очень серьёзную поддержку на протяжении ряда лет этим силам, международным силам, в основе которой были, конечно, американские войска и войска НАТО, и даже одно время командующими этими войсками, назывался командующим вооружённым силами США и НАТО в Афганистане. Сейчас всеми был господин Петриус, о котором я неоднократно в этой студии говорил. Я всегда восхищался, что хорошо, что он любит женщин, а что умного человека сняли с такого поста. Чем больше дураков у них, для нас лучше. Это действительно был умный человек. А, значит, что мы им помогали, в каком плане? Ну, во-первых, у нас было соглашение, и не только США, но и рядом других государств НАТО, о воздушном транзите через территорию нашей страны, так называемый Северный маршрут. То есть, авиация в интересах этих сил, она летала через Россию, и существенная была помощь в воздушном транзите. Достаточно сказать, что на определённом этапе американцы полностью произвели ротацию своих войск. Это большое количество, я скажу, что пик нахождения американцев и их союзников в Афганистане, там вообще было 150 тысяч человек, плюс разного рода дополнительные силы, в том числе подразделения, скажем так, отряды военно-частных компаний, бог знает кого только нем. Так вот, и речь вот о перевозках именно вооружённых сил США. Так вот, их ротация была проведена полностью по Северному маршруту, а за навигацию заплатила российская сторона. То есть, они ещё и не заплатили за это, а мы платили. Плюс, значит, у нас было соглашение о транзите по железной дороге, который даже государство снова не ратифицировало, так было подписано соглашение. И они по железной дороге перевозили грузы в контейнерах, где они у нас убеждали, они переводят нелетальные грузы, но мы должны в это были верить. Ну, честное слово, ну, вот такие мы наивные люди и такие честные американцы. В нашем клубе джентльменам верят на слово. Да, плюс, значит... И тут никак начало вести. И плюс, значит, учитывая проблемы с авиацией, транспортной авиацией в НАТО в целом, у них вот только недавно начали летать, потому что катастрофа в Испании, Аэрбаз А-400, а так вообще у них проблемы с транспортной авиацией были. Наша транспортная авиация в большом количестве различных авиакомпаний на коммерческой основе, рынок это оценивался до 1 миллиарда долларов, участвовала в перевозке грузов в Афганистан. И более того, одна из наших компаний, не буду называть, участвовала в перевозке грузов внутри Афганистана, вертолетная компания. То есть без нашей помощи этой операции просто не было бы. Теперь, а что, собственно, дала эта операция нам? На полном серьезе многие наши большие руководители на вопросы, ну, я не буду назвать фамилии, конкретной ситуации и так далее, а зачем мы им помогаем, собственно, был ответ очень пафосный. Потому что они там ведут борьбу с наркотрафиком и терроризмом. Теперь давай рассмотрим по порядку, что мы за эти годы получили от этой операции. Это очень интересно. Это очень интересно. Значит, к моменту ввода американских войск в Афганистан, их союзников и так далее, значит, в 2000 году Мулу Амар, тогдашняя глава Афганистана, да, сейчас руководитель Талибан, желая как-то наладить отношения с международным сообществом, издал фетву. Ну, это что такое указ, бы им говорить по-светски, да, запрещающий посевы мака на территории контроля Талибана. Они в том времени контролировали большую часть Афганистана и весь юг, юго-восток, где, собственно, мака и выращивался, да. Значит, в 2001 году, соответственно, сборы опиона мака в Афганистане равнялись близко к нулю. То есть, его практически не было. Через два года после ввода американских войск в Афганистан производство мака превысило 3000 тонн. Уже в 2009 году был такой доклад управления ООН, он почти каждый год издается, но я, как говорится, пошагово. Управление ООН по борьбе с оргпреступностью и наркотрафиком издает доклад, согласно которому они утверждают, и там есть отдельный момент из ссылки, наше правительство, значит, количество героина, которое завозилось по северному маршруту афганского, значит, опиума, ну, из опиума делают героин, да, там, значит, равнялось 85-90 тонн. Вот такое огромное количество завозилось на территорию Российской Федерации. Они утверждают, что это приводит к ежегодной гибели нашего населения, там цифра по памяти от 30 до 50 тысяч человек погибает, да, вот представляешь, что это такое, да. Значит, я потом вернусь к этому докладу, скажу, что последующие годы только ухудшалось, и все эти дальнейшие доклады только показывали ухудшение. Если не знаешь, в прошлом году был рекордный урожай мака опиумного в Афганистане, равнялся чуть больше 8 с хвостиком, там, тысяч тонн. При запасе, стратегическом запасе, они еще делают стратегический запас на случай поддержания цены на рынок, там, сбросы и так далее, равнялся 12 тысяч тонн где-то на складах, да. То есть с нуля до 80 тысяч, это за какой временной промежуток? Да, ну, с 2001-го будем считать год, да, и вот до этого. Я вам тебе говорю, через два года же было более трех тысяч тонн, смиряться тут нечем, плакать надо, да, это плакать надо, да. Да, значит, то есть, если мы даже по самым скромным подсчетам подсчитаем, сколько наших граждан погибло за время этой операции, да, исходя, вот, если так можно назвать, оптимистического, оптимистического, значит, если так можно назвать его, доклада 2009-го года, ну, давай возьмем 30 тысяч, да, минимально, да, ну, и речь идет о сотнях тысяч погибших наших граждан. У меня есть цифры, я это, президент, высчитывал по всем докладам, не буду называть, но речь идет о погибших сотнях тысяч. То есть мы потеряли за время этой операции людей больше, чем во всех остальных конфликтах, за исключением, естественно, Великой Отечественной войны. Вот он результат борьбы с наркотрафиком, вот он результат борьбы тому, что мы, в общем-то, помогали. На многочисленные наши просьбы начать борьбу с МАКом, уничтожая, я помню, был такой пресс-секретарь, наверное, правильно его назвать, НАТО, Апат Турай, видишь, такой сложный фильм, до сих пор запомнил, который сказал, нет, мы не будем этого делать, использовать дефолианты и так далее. Почему? Да потому, что крестьяне-то возьмут автоматы и будут перейдут на сторону Талибана, и Талибан станет больше, да, там. Ну, такие вот оправдания были, да, вопрос возникает, а почему бы нам на том периоде не взять на пару-тройку месяцев и перекрыть временно все эти транзиты? Значит, я тебе приведу еще известный факт. Помнишь, в Ульяновске был шум, гамп, как там, вот, чуть ли не транзитный центр будет для... Так вот, через Ульяновский предположительный центр не пролетел ни один самолет. Вот, есть такой господин Вержбоу, я с ним встречался, он замминистра обороны, а до этого, кажется, он был послом США в России, а сейчас, кажется, в НАТО он что-то там занимает, какой-то пост. Так вот, он потом признался, что вообще-то, почему мы не используем, хотя договоренность есть по Ульяновскому аэропорту, значит, да, значит, он сказал так, что... Ну, а зачем? Вот, на момент договоренности с Российской Федерацией по этому возможному логистическому моменту, да, там, значит, цена на провозку грузов по-южному направлению через Пакистан была очень высокая, и вообще пакистанцы там перекрывали. В отличие от нас, они периодически перекрывали, когда это... когда они видели там какие-то... что-то делать в интересах Пакистана. Ну, а потом пакистанцы пошли на хорошую цену, открыли эту... и зачем? То есть, они нас, извини меня, как это называется на известном жаргоне? Не будем называть, да? То есть, вот такие... вот что сопровождало историю этого, значит, вопроса. Это что касается наркотрафика. То есть, операция США и их союзников в Афганистане обошлась нам в сотни тысяч погибших от наркотиков афганских молодых людей. Нанесение нам колоссального ущерба, совершенно колоссального ущерба для нашей экономики. И, боюсь, что нам очень трудно будет выходить из той ситуации, которая сейчас возникла в России с точки зрения проблемы с наркотиками. Очень тяжело будет выходить. Теперь в этом докладе... почему я за доклад-то взялся так, а не за доклад прошлого года, позапрошлого года? Есть очень интересный абзац. Там эти, значит, люди, которые проводили подготовку доклада, пишут, что в конечном счёте это приведёт к идеальному шторму. Да, здесь известное выражение, где смешаны наркотики и терроризм в Центральной Азии. А? А сейчас какой на улице год? 15-й год, и мы сейчас заговорили. Ах, как сложно в туркменской, афганской границе. Ах, как сложно афгано-таджийской границе. Так вот, теперь про терроризм. Когда эти большие наши начальники говорят, это же борьба с терроризмом, я всегда приводил массу примеров, контур-примеров, на которых не было ни одного контур-аргумента о том, что это тоже не соответствует действительности. За время пребывания американских востских союзников в Афганистане, в Афганистане, угроза терроризма для нас резко возросла. Во-первых, появились еще дополнительные различные терроризмские организации, кроме тех, которые ушли туда со времен формального окончания гражданской войны в Таджикистане. Я имею в виду исламское движение Узбекистана, там расхолостное исламское движение Туркестана, на совете исламского джихада. Появился еще бог знает сколько структур. Американцы взяли их под контроль. И в конечном счете, 4 года назад, их северо-западной провинцией Афганистана, сейчас из Афганистана, перебросили на север, на границу с нашими централазиатскими, то ли соседями, то ли союзниками, то ли я не знаю, как их назвать, в том числе на туркменскую границу и на таджикскую границу. Вот тебе итог борьбы с терроризмом. В 2010 году иранские власти сажаются, вот эти интересные факты, сажают самолет компании Кыргызстан, летящие из одной из стран Аравийского полуострова, Бишкех, Киргизию. Если не ошибаюсь, они его поставили в Бандарабасе. На его борту арестовывается один из руководителей, один из руководителей движения Джунтала. Это белорусская организация, которая вела, сейчас немножко притехла, боевые действия против иранцев, в частности, на Афгана-Пакистанской границе и Ирано-Афганской границе. Это один из братьев Реги, другой до этого был арестован в спецслужбе Ирана. И у него берут интервью. А вы куда летите? Он говорит, в Кыргызстан, в Бишкек, на базу Манас. А зачем летите в базу Манас? Это один из крупнейших лидеров наркотрафика и терроризма. Джунтала насчитывалось тогда 250 тысяч человек. Главное, наркотики и терроризм. Вот один из таких крупных деятелей, подскорение к которым Бен Ладен, мелкая сошка, говорит, я лечу на Манас. А зачем Манас-то летите? У меня там встреча с американскими генералами. Такими, он говорит там, да? А вопрос, а что это вдруг американцы решили этого крупного, извините, специалиста по терроризму и наркотрафику привезти в Кыргызстан? Да очень просто. База Манас, какие вообще американские военнослужащие и военно-транспортная авиация использовалась для переброски наркотиков из Афганистана в Кыргызстан. Хотя есть другие маршруты, я не буду сейчас их называть. Мог бы подробно, кому интересно, ну, я можно назову журнал? Не как в плане регламы. Журнал «Эксперт» если такой, достаточно не последний. В 2009 году я там расписал все, точно как переброска идет наркотиков с территории Афганистана, через Таджикистан и Кыргызстан. А вот, они участвовали, то есть им нужен был специалист для, собственно, активизации северного маршрута переброски наркотиков. Всем известно, что База Манас принимал не только военно-транспортную авиацию, там были вертолеты, которые летали, летали из Бишкека в Афганский Бадахшан. Я знаю, что с Бишкека в Горный Бадахшан, вертолеты 2,5-2,5 часа чуть больше. Но они летали в Афганский Бадахшан для переброски грузов. Так что такое Афганский Бадахшан в плане наркотрафика? МАК добывают на юго-востоке, в Гельменти, там вот ближе к пакистанской границе. А для северного маршрута его превращают в героин, потому что героин он более компактный, цена более заманчивая для наркобаронов. Его производят в Афганском Бадахшан в так называемых лабораториях. Так громко звучит лаборатория. На самом деле, достаточно примитивное оборудование, где при помощи различных химикатов и опиумного мага производят героин. Вот они долетали. Ты как думаешь, что они оттуда привозили? Пустые летали? Нет. Они привозили вот это зельё, которое затем использовалось по соответствующему маршруту для переброски всего этого к нам. Вот тебе результат того, всех этих транзитов, всего того, что происходило. Говорю я тебе не для того, чтобы кого-то обвинить, обратите внимание, я даже ни одной фамилии не назвал, хотя бы могу, при желании много фамилии назвать. Но для того, чтобы понять, что когда мы что-то планируем, принять действие, нам главное получить в подарок не красную кнопку, а понять, во что это обойдётся Российской Федерации. Вот во что оно обойдётся, потому что я сейчас буду о ещё одном очень интересном моменте говорить. Так что вот, вот что такое транзит. — Семен Аркадьевич, вот интересный момент. Если вы об этом знали и сообщали... — Сообщали, это мягко сказано. Я, слушай, я сделал столько много в прессе, в Думе, за трибуны, письма большим начальникам. Ну... — Очевиден тот факт, что помимо вас это знал ещё, по крайней мере, кто-то. — Многие, да, многие, да, да. — В связи с этим вопрос. — Да. — Почему ничего не было сделано? — Ты хочешь, чтобы меня сейчас не пригласил на сеть, а то я сейчас фамилию начну называть. — А, ну, не буду пока, да, начать. Я тебе скажу, в 2010 году я проанализировал успех американской политики по перекрытию канала поставки кокаина из Колумбии. Это большая проблема для Америки. Это основной рынок кокаина и для Колумбии. Первый, в Колумбии, где производилось и производится кокаин. — Нам, кстати, написали, надо наших в Колумбию послать, чтобы там с коксом бороться, чтобы американцы были полностью счастливы. — Вот, это правильно. Так вот, что американцы-то сделали, как они бороться за свой интерес? Я обнаружил на тот момент 17 законов Соединенных Штатов, подразумевающих применение вооруженных сил США для борьбы с наркобизнесом. И отдельно были законы для объема комитета начальника штабов, для национальной гвардии, бог знает еще для кого и чего-то, да? И после чего американцев резко возросла эффективность борьбы с наркотиками. И тогда цифра, я не помню, 37 с хвостиком было, вот все, что они переходят, это очень высокая цифра. Достаточно сказать, что в этом докладе, о котором я говорю, они считают, что перехват афганского опиата на пути к России 4%, чувствуешь разницу? Было тогда, в 2009 году, если думаешь, сейчас лучше, то все не ошибаюсь. Может быть, только хуже. По целому, ряд причин, о которых пока я не говорю. Значит, я, естественно, проанализировал это, с трибуны говорил, потом вышел законопроектом о использовании вооруженных сил Российской Федерации для борьбы с наркотрафиком. У нас в Таджикистане стоит целая дивизия, которая не имеет права, не имея закона, вести борьбу с наркотиками, потому что такого закона нету. И мне не удалось этот закон убедить принять. Не то, что убедить, все понимали, его даже не выносили. Когда я выходил на трибуну и по фамилии назвал, ну вынести, они прятали глаза, потом подходили, говорят, ну ты же понимаешь, я говорю, а что понимаешь? А, боитесь полностью опозориться, потому что на 100 моих аргументов у вас будет ни одно контраргумение. Ну, так у нас нету закона этого. Давайте еще раз Акцентируем внимание, закон, он о чем? Закон в том, что вооруженные силы имеют право принимать борьбу с наркотрафиком. Сейчас вооруженные силы не имеют права этого делать. А какие контраргументы? Никаких. Если я скажу контраргументы, ты со стула упадешь. Павел президентом, люминий, он значит люминий. Что значит люминий? Значит, для борьбы с наркотиками должен бороться госнаркоконтроль, а вооруженные силы это не должны делать. Понятно, не должны делать, потому что закона нет. А вы посчитали обоснованиях, где я привожу факт? То есть, ну, уровень того чиновника, который готовил все это, ну, я работал в аппарате правительства, знаю, что за этих... Тогда еще, я думаю, в 90-х годах было получше чуть-чуть, это смесь профнепригодности с наплевательском отношении к национальной безопасности страны. Вот и все. Какая аргумент? О чем ты говоришь? Ну, такого рода профнепригодность и наплевательское отношение может быть приравнено, я считаю, к предательству вообще. Ну, предательству, потому что из-за этого гибнут, как я уже приводил те цифры, причем я старался цифры, примерно, заниженные, честно. А количество погибающих у нас от этого дела. А какие обороты в наркобизнесе в год примерно? Ну, в наркобизнесе в каком? В афганском? Да. Ну, мне попадались разные цифры. Наш рынок вообще перспективе, так как они там, они тут считают, ты понимаешь, они же делают запасы, да, оценился в 10, кто-то в 10-15 миллиардов долларов, наш рынок. То есть, жизнь наших людей, наша национальная безопасность, вот тебе... 10-15 миллиардов? Ну, не миллионов. Долларов. Да. Значит, если я начну тебе приводить, как меняется цена наркотиков на стадии сбора мака и заканчивая уже, вот, это там какие-то двухтысячные проценты, что-то такое невероятное, совершенно невероятная цена, невероятная цена. Это сверхбизнес. И когда говорят, что там Талибан принимал в это участие, хочу сказать, и Талибан, и правительство Корзая, родной брат его активно в этом участвовал. Все в этом участвовали и участвуют, и сейчас, можете не сомневаться. Формально идут переговоры, для видимости, иногда кого-то ловят, а вообще этот бизнес идет. Я тебе назову цифру, что в прошлом году, насколько я знаю, было такое, в общем-то, я не буду ссылаться на людей, которые, ну, хотя это в прессе было, в общий объем грузов, это героин, гашиш, опиумный мак, производимый в Афганистане, и перевозимость, как правило, из Афгана-Таджирской границы, а последствия на Южный Кыргызстан, далее, составил свыше 500 тонн. Как ты думаешь, мигранты просто в кармашке могут свыше 500 тонн перевезти? Поэтому, когда ты удивляешься таким цифрам, эти цифры, понимаешь, не так все просто. Но это цифры 10-15 миллиардов долларов в год, это цифры, за которые стоит, в общем-то, побороться, и так легко не сдавать? Нет, это цифры, которые стоит нам, наконец, обратить внимание, разгромить наркоматик. То есть это я о тех людях, которые всеми силами сопротивляются? Я много раз предлагал, не просто там, вот закон принять, я предлагал конкретные меры борьбы, я, кстати, озвучил это с руководством Министерства обороны США, когда мы были там с официальной делегацией, у господина Миллера, первый замминистра обороны, Вержбов, челюсть отвисла, у них там еще женщина, они начали что-то спрашивать. Их я, по-моему, удивил, откуда я знаю, где их подразделения в городе, в афганском Бадахшане находятся, да? Я сказал, мы хотим борься с наркотрафиком, хотим, и наш наркотрафик тоже говорил. Что, мы не знаем, откуда идет основная масса наркотиков? Оно идет на помирском участке афганно-таджирской границы. Вот там, 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 конкретные места определил, да? Давайте спланируем. Вот вы на той стороне Пянджа, на южной стороне Пянджа, но в афганском Бадахшане, а мы на этой стороне в горном Бадахшане, ну, естественно, вы добиваетесь разрешения афганских властей, а мы таджирские власти, для того, чтобы мы вернулись туда, хотя бы на время проведения операции. Делаем то-то, 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 и просто ликвидируем эти трафики, и мы спасаем наших людей. Но ситуации такой нет. Ситуации такой нет. Мы до сих пор, у нас умирают люди. Мы умираем в большом количестве. Сейчас говорят, что структура наркотиков такая, что больше синтетически, и если раньше был афганский опиат, и 80%, сейчас 50%. Скажи, если погибает не 50 тысяч, а 25 тысяч в год, это много или мало? Ну, я думаю, можно здесь излишне обсуждать, да, эти моменты, много это или мало. А в России ни одной фамилии не назвал. 553-300, это наш СМС-портал, 232-1559, телефон прямого эфира. С нами Семен Аркадьевич Багдасаров. Мы продолжим сразу после новостей. Но при желании могу назвать. В следующий раз. С нами Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы с вами и в эту пятницу, думаю, встретимся, Семен Аркадьевич. Конечно, конечно. У Владимира Рудольфовича концерт, творческий вечер, в эту пятницу 29 мая. Обязательно. 29-го в 19.00, Махат Горького. Место встречи у нас изменить нельзя. Если кто-то еще не успел купить билеты, то звоните 644-22-22. 644-22-22. Обязательно буду. Так что делать? Ну, во-первых, нужно принять закон, разрешающий использование вооруженных сил для борьбы с наркотрафиком. У нас в Таджикистане находится самая большая наша база или дивизия, просто как ее сейчас называются, и не использовать ее грех. Особенно на фоне того, что наших пограничников 2005-го года, к сожалению, я подчеркиваю слово, к сожалению, уже это нет на Афганат, а наши советники, которые еще были на границе, далеко-далеко убраны оттуда, в лучшем случае, в Душанбе. И мы, например, не имеем совершенно никакой информации, что творится в Горном Бадахшане, в этом стратегическом важном месте с точки зрения для угрозы национальной безопасности России, с точки зрения борьбы с наркотиками и терроризмом. Мы можем хотя бы принять этот закон. Затем, то, что я много раз говорил, соглашение о нашей базе, а сейчас дивизии, позволяет передислоцировать наши некие подразделения, передислоцировать на особо опасные нарко, с точки зрения наркотиков и терроризма направлено в Бадахшане. Наконец, можем мы в Хароге открыть консульство наше? Значит, 50 тысяч памирцев работают в России, многие из них стали гражданами России. Мы имеем все в США, все необходимы открыть там консульство, чтобы иметь глаза и уши там. Это для нас необходимо. Это наша национальная безопасность. Это не национальная безопасность Таджикистана, это наши граждане гибнут. Вот это надо сделать. Наконец, вот сейчас проводят учения. Прекрасно, прекрасно, хорошее учение. А может провести учения в Южном Кыргызстане и на Памире? Я могу расписать полностью, как это надо сделать. Это будет реальное учение, потому что реально именно оттуда исходит для нас угроза национальной безопасности с точки зрения наркотрафика и терроризма. Больше надо делать. Еще одна тема очень интересная. Это Иран. В июне в Швейцарии грядет подписание документа, соответствующего по Ирану. Чего ждать нам? Ну, кстати, торопят. Теперь не в конце июня, а в середине июня. В середине июня. Для США, Анна, проект Украина, проект еще чего-то, а не вторичный или третичный. Для США номер один сейчас проект, как взять под контроль иранцев. Это гиперпроект за последние десятилетия точно. И американцы ведут очень такую многосложную борьбу за это. Они прекрасно осведомлены, что творится в Иране. Они знают, что в Иране есть противники этого соглашения. А есть люди, в том числе в руководстве Ирана, которые спят и видят, когда американцы начнут дружить. Есть люди очень-очень богатые. И тот же бывший президент Ирана, ныне, если я ошибаюсь, он возглавляет Совет наблюдателей, господин Равцаджани, который, будность президентом, его брат родной, контролировал основные нефтяные ресурсы. Есть очень богатые люди, я не хочу сказать, именно он, я как пример, которые просто спят и видят, как же выйти из этого. А есть, конечно, патриоты, которые говорят никаким образом. И в этом плане американцы будут делать все, и в том числе давить на нас, или договариваться с нами, хотя договариваться с американцами нельзя, хватит нам одной красной кнопки, вторую пусть кому-нибудь другому подарят. Вот это самое главное. И тут возникает то, что они от нас хотят. Я не хочу говорить, а что говорил Керри в Сочи, а что говорил Керри еще где-то, мне это неинтересно. Я знаю, что для них это вопрос номер один. И ради этого они готовы временно поиграть, поиграть и по Украине. И окрик такой сделать, знаешь, показать, что вот мы, вы только пойдите к нам на встречу. А что они от нас хотят? Два вопроса. Чтобы мы ни в коем случае в этом году не поставили иранцам средства ПО С-300, соответствующие модификации. Я не знаю, есть у нас пять дивизионов сейчас такой модификации. Это было в 2010 году, это 40 установок. Специалисты иранские, которые проходили обучение, есть ли они в наличии, что-то пять лет прошло, люди, да? Не знаю, но чтобы мы прекратили на эту тему, потому что это усиливает позиции в Иране, тех, которые говорят, мы подпишем соглашение только тогда, когда после соглашения, в это соглашение будут предусмотрены снятие санкций сразу и безоговорочно. А если поэтапно на американский вариант, когда они хотят зацепить на крючок и держать, мы этому не согласны. Второе. Американцы хотят, чтобы мы их заверили в том, что если завтра возникнет необходимость снова ввести санкции Иран через Совет Безопасности ООН, а эти санкции были именно так сделаны, потому что, если договорятся, это будут сниматься санкции не автоматически, а через Совет Безопасности ООН, где понятно, они не без оснований считают, что все, в том числе, и мы проголосуем за. Так вот, они хотят, что если вдруг завтра им что-то не понравится, мы будем голосовать так в Совете Безопасности, как они захотят. И таким образом держать Иран на крючке. Нам это надо? Теперь давайте промоделируем ситуацию. Вот надо всегда моделировать ситуацию. Любой прогноз и анализ ситуации базируется на глубоких познаниях территории, регионы, этнические, исторические, много-много-много чего, и на базе этого нужно моделировать ситуацию. Допустим, американцы достигнут своего. Это будет крупнейший успех. Ну, я не знаю, после Второй мировой войны, наверное. А, нет, извини, после распада Советского Союза. После распада Советского Союза. Это крупная, очень крупный проект их, и Украина это лишь побочный проект, в котором они готовы поиграть, но не более того. Не более того, потому что по Украине, если будет время, два слова тоже скажу. Значит, в контексте этого, если мы моделируем ситуацию, мы получаем следующее. Недавно представители соответствующего ведомства Ирана, которые занимаются нефтью и газом, заявили, что если санкции будут сняты, они доведут в течение трех месяцев добычу нефти до двух с половиной миллионов баррелей в сутки. И сразу вспоминаю, как я на одном из мероприятий воскресного вечера у Соловьева один крупный специалист по энергетической безопасности в все времена народов, да, когда что-то занимается, там, нефть, газ, там, да, так далее, там, сказал, да им два-три года понадобится, даже больше. Хотя, я хотел спросить, а мы что, с вами собираемся полгода жить, что ли? Так вот сейчас, они заявляют, через три месяца это будет две с половиной миллиона баррелей. То есть, они восстановят то, что было до 2012 года, когда ввели запреты на поставку нефти в Европу и в Японию тогда, да? А ты знаешь, сколько вообще Иран добывал то есть, тогда, когда была благоприятная ситуация, с точки зрения отсутствия каких-нибудь ограничений, наоборот, западные компании были заинтересованы. Сказать? Сколько? Шесть с половиной миллионов тонн. Я же извините, баррелей, извините, баррелей, конечно, идет речь не о тонах, а баррелей, я извиняюсь, договорился. Как ты думаешь, как это повлияет на цену нефти в мире? Существенным углом, так скромно полагаю. А мы за счет чего живем, Анна? Ну, ты знаешь, я люблю Иран. Хочешь честно скажу? Это одна из любимых моих стран. Я люблю ее историю. Я люблю ее... Ну, Иран это величайшая страна. Я когда читаю, вот я упиваюсь историческими нюансами. Когда я бываю в Иране, мне всегда столько огромный интерес Пересполез, Исфаган. Это действительно уникальная страна. Ну, просто страна с огромным прошлым и перспективами с огромным будущим. Да? Ты помнишь, мы с тобой в студии разговаривали, я тебе приводил, например, книгу великого поэта девятого века иранского Гургани Висерамин. Я еще говорю, еще раз, я читаю, на что это похоже? Господи, даже это самое, Шекспир Ромео Джульетта, только написано пятьсот с лишним лет раньше. Это великая страна. Где-нибудь ты видела, чтобы история страны двух с половиной тысяч лет была написана в виде шах-наме поэтического? Слушай, это действительно уникальный народ, уникальная история. Но я гражданин России. Можно мне думать с точки зрения интересов Российской Федерации? Или я должен думать только так, как мне скажут думать. Я так не хочу думать. По своей правопригодности я превосхожу очень многих, кто занимается этими проблемами каждый день. И что же вы думаете как гражданин Российской Федерации? Я думаю следующее. Что получив таким образом в случае снятия санкций огромные ресурсы, но контролируемые Соединенными Штатами, потому что они говорят, если что нарушили, мы сразу оп, вон, да. И естественно, Соединенные Штаты будут предпринимать меры, чтобы в Тагеране, в Иране у власти были проамериканские товарищи. Они те, которые расшироско отставят интересы своей страны и стоят на антиамериканских позициях. Я думаю, им отчеркнут сферу влияния, сферу влияния на Ближнем Востоке, но Ближним Востоком дело не закончится. Это даже не закончится дело Афганистану, где от 18-20% населения дышит, например, хазарейцы, и где Иран имеет исторические претензии на Герадскую провинцию. Это коснется и наших интересов на постсоветском пространстве. Я хотел бы тебе напомнить, что вообще-то Южный Кавказ, и в первую очередь нынешняя Армянская Республика, Азербайджан, это некогда территория Персии, которые перешли под контроль России в результате русско-персидских войн. Если ты думаешь, в Иране кто-то воспринимает это как историю, а не близко к сердцу, как реальность сегодня, очень сильно ошибаюсь. Там есть очень много политиков, которые особенно не скрывают, что может быть после распада СССР было бы правильно, чтобы эти территории находились под нашим контролем. И они будут делать в этом плане все возможное, чтобы это было. Тем более, Азербайджан богат газом. Я не говорю, что они захватят. Нет. Нет. Просто они должны контролировать правительство и иметь там абсолютное влияние, превосходящее влияние России, там еще кого-то, еще кого-то. Там Каспий, богатейший водоем по запасам углеводородного сырья. Я не говорю, как возможно, если когда-нибудь будет окончательно урегулирован международного статуса Каспия, это транзит газа из Туркмении, Средней Азии, да? Но это же возьмет уже Армения. Армения, это ничто иное, как Восточная Армения, точнее, не Армения, Армянская Республика. Это 7% исторической Армении, поэтому, если ты говоришь, Армянская Республика не путает, Армения, это что-то другое. Так вот, до 1828 года это тоже территория, которая находилась в составе Персии, да? Я тебе скажу, когда говорят блокады Армении, да, есть блокады Турции, Азербайджана, проблемы транспортировки территории Грузии, но Армения еще граничит с Ираном, Южной Армении. И вот тут возникает интересный момент после новостей, я скажу. Мы продолжаем, Семен Аркадьевич Багдасаров с нами, и мы остановились на Армении, которая с Ираном граничит, и что из всего этого выходит? Так вот, граница с Ираном, она не закрыта, она открыта. И существует проект, я досконально знаю, постройки железной дороги из Армении. Как думаешь, куда? Бандерабас, крупнейший иранский порт на берегу Персидского залива. Как тебе это нравится? И эта дорога рано или поздно будет построена. Насколько я знаю, есть некая третья страна, назову Китай, готов готовить большой кредит на 30 дороги под смешные проценты. Не знаю, зачем это нужно Китай, честно, снова не знаю. Но китайцам по всей верности везде что-то нужно. В экономическом плане. И вот если дорога будет построена, а лишь вопрос времени, когда она будет построена, влияние Ирана на Южный Кавказ и в том числе на Армению врастет в разы. А так как санкции, снятие санкций соответственно ведут к тому, что рынок Ирана будет еще более богаче, то естественно тяготение к этому рынку будет сильнее. не говоря о том, что выход к Персидскому заливу это выход к рынкам Ближнего Востока. Для маленькой Армении это очень много значит, особенно с учетом достаточно приличной диаспоры армянской и в Иране, и в некоторых арабских странах. вот что может произойти и то, что это произойдет, я не сомневаюсь. И тогда вопрос, кто влиятельный государственный на Южном Кавказе, я вам сразу скажу, Иран. Это вопрос пяти-десяти лет случаев снижения санкций. Даже можно не гадать и не думать и так далее. Кроме того, Иран ведет свою политику достаточно умную. Смотри, с турками они говорят, да, экономические развития надо, газопровод настроить, а ведь с Турцией они находятся в жесточайшем военно-политическом противостоянии по Сирии. По сути, Иран с одной стороны, не по сути, а Иран с одной стороны, а турки с другой стороны. И с одной стороны, с сирийской стороны правительства воюют иранские, иранцы, а там турки воюют. Они в состоянии такой своеобразного конфликта, я не хочу слово война использовать. И Ирану очень интересно в регионе иметь союзника, который никогда не будет протурецким. Такой страной может быть Республика Армения, извиняюсь. Вот как все обстоит дела. Надо все моделировать, все считать, не бросать чепчики и головные уборы в что-то. Что мы сейчас завтра войдем на этот рынок и все там заработаем, это при том, что сейчас наш товарооборот чуть больше 1 миллиарда долларов, а у китайцев, я уже не помню, 20 что ли миллиардов, если не 30 миллиардов, а у этих самых немцев 3 миллиарда. Естественно, с чем мы туда придем? И почему мы должны думать, что именно нас там ждут? В плане вооружения? Я не хочу на эту тему развивать, скажу только так, что пока им это надо, вот то, что надо, а потом они развивают свою собственную военную промышленность. Ох, Семен Аркадьевич, как-то вы все приходите, вот не радуете, напрягается. Давайте скажем пару слов про Украину. Давайте. Критических. У нас сейчас... У вас других не бывает. А нет, у нас есть два врага нашего государства, пятая колонна известная, да, там, которая работает на Американах, и есть шестая колонна, которая говорит, так, начальство сказало, давай будем аплодировать, ура, у, какой я хороший. Надо говорить вещи, как они есть, и добиваться их выполнения, если ты патриот страны. А не как хочется начальству, или как хочется твоему начальству за океаном, в Вашингтоне, как у нас многие, я смотрю и удивляюсь. Так вот, сейчас, если сцепаешь самую глухую деревню, где-то, я не знаю, где-то там, в Тайге, то там все жители знают, что на Украине, в Киеве, предатели, и это так, они предатели, негодяи, это так, они негодяи, олигархи, они есть олигархи, это про американские халуи, они так, оно и есть халуи. И надо эту тенденцию продолжать, продолжать высвечивать вот эти негативы, которые есть на Украине, в Украине, в украинском руководстве, что на сегодняшний день, это руководство, враждебная Россия, что это руководство, не самостоятельно, она ориентирована на США, но в то же время, мы должны говорить, а что делать? И что мы так будем говорить, еще 10-15 лет, да? Смотри, сейчас, по сути, организована блокада Приднестровья, ты знаешь, да? Это не только в результате денонсации соглашения о транзите наших, значит, военных, через территорию Украины, на территорию Приднестровья. Украина, Россия, Молдова под эгидой ОСБСЕ была, являлись гарантом вообще миротворческих сил, да? То есть, они нарушают все, что можно нарушать, но не хочу сейчас об этом говорить, да? Но они ведь и заблокировали с точки зрения поставок Приднестровья, продовольствия, вещевого, ну, то есть, вот то, что должно поступать для людей на рынок, да? У них было, если не ошибаюсь, два КПП на территории Одесской области, которая вот Приднестровья, да, ограничена, они их закрыли, то есть, население Приднестровья оказалось в глухой блокаде, со стороны Кишинева, то, что там, мягко говоря, не все благоприятно, да? А там же более полмиллиона человек, свыше 500 тысяч человек, из которых одна треть, минимум 150, а может, 180 тысяч человек, это граждане Российской Федерации, это наши граждане. Можно вопрос, а что мы должны делать? Я зову свое предложение, которое, в общем-то, о котором все чаще говорят. Нам нужно организовать воздушный мост из России в Тирасполь, там есть аэродром, да, мне говорят, он не сертифицирован, еще чего-то, я говорю, там есть взлетная полоса, есть, и все, больше ничего не надо. Сейчас многие приводят пример, вот как Берлин, западный, помнишь, это исторический нюанс, я говорю, слушай, зачем такие крупные, это самое, когда была война на Горном Карабахе, и тоже была блокада, из маленьких аэропорта Степанакерта, под Степанакерта, так его бы умудрялись использовать для доставки продовольствия и всего, чего можно доставить. Так неужели Великая Россия не сможет организовать воздушный мост при Приднестровье, как продовольствием и прочими необходимыми вещами для населения, так и если надо, будет ротация для наших военнослужащих, потому что вопрос по вооружению боепрессоров не стоит, там этого добра столько, что даже не хочу говорить, там, кстати, когда-то был даже в Колбасной, как же называют, населенный пункт, я все-таки в Одесском военном округе служил, фронтовой склад в Одесском военном округе, не знаю, насколько я понимаю, не все вы видели, там грандиозное совсем хранящие, да, организовав воздушный мост, нам придется несколько десятков километров все-таки пролетать на территории Одесской области, то есть на территории, формально Украины, потому что Одессу я не считаю Украиной, какой Одесс? Ты был когда-то в Одессе? Нет, к сожалению, Если это Украина, то это китайство, я тебе честно скажу. А если что-то украинская сторона предпримет? Если предпримет, то мы должны сделать такое, чтобы мы на 100 лет на всей Украине помнили, что не надо было этого делать. Это первое. Второе. Второе. Они не хотят нам платить долг, да? А что мы будем делать? Я что-то не слышу, чтобы кто-то сказал, что есть недвижимость государства Украины на территории России, которую просто надо, извини меня, в счет этого долга и забрать в пользу нашей. Ну, следуя международной практике. Конечно, конечно. Ну, что-то я пока не слышу. Значит, третье. Уникальная ситуация. Вот если исходить из данных ФМС, ну, проблема Донбасса и беженцев в Донбассе это отдельно, да? Для беженцев в Донбассе надо создавать максимальные условия пребывания в России, да? Понятно, при всех известных нюансах, это много не все, слушатели, но как бы то ни было. Но у нас было около трех миллионов, два сколько-то там, почти три миллиона мигрантов с Украины, которые переводили еще пару лет назад пять миллиардов долларов официально через банковскую структуру. Сколько мимо, не знаю, сколько здесь пять миллиардов, это хорошие деньги для Украины, да? Неплохие, особенно в нынешних условиях. А почему мы должны финансировать Украину? Я же не говорю о том, что, извини меня, Украина враждебная, хорошо, будем говорить, руководство Украины, враждебное нам, да? Они поведают антироссийские настроения, у них есть служба безопасности Украины, которая спит и видит, как дестабилизировать ситуацию в России. Так ведь, да, собственно, не скрывают, да? А почему мы держим на своей территории такое огромное количество мигрантов? Да, в основном это мирные люди, хотят прокормить свою семью и так далее, я все это понимаю. Но среди них ведь есть люди, даже которые приглашаемые на федеральные каналы, занимают столь антироссийскую позицию, что мы понимаем, а что они тут делают? А что они тут делают, эти граждане Украины? Может быть, их просто с точки зрения национальной безопасности Украины, с точки зрения, извините, национальной безопасности России, с точки зрения безопасности наших граждан, нашей страны, ввести визовой режим и депортировать всех, кто является гражданами Украины? Ну, тут-то мы по-другому себя ведем, в отличие от Киева. Да, ты его порш видишь, потом, когда выяснили, что среди этих трех миллионов оказалось тысячи, тысячи человек или 200-300 человек, которые проводят активную работу под рестабилизацией ситуации в России. Ты скажешь, 230-300, это ерунда. Но как раз на этом массе, фоне такое может быть. Мы должны думать о национальной безопасности страны, и тем более не думать о финансировании украинской экономики. А вот еще бы, если бы, открою, как Порошенко говорит, вот, сегодня, сегодня, завтра будет безвизовый режим ЕС. Представляешь, в ЕС, как в Европе, у них там антимигрантские настроения сейчас мощнейшие, когда они подумают, как бы к нам еще эти полтора-два миллиона приедут. Желание, и МИИ Миншукраина еще сильнее упадет. Нам нужно действие, а не просто слова. Пора слов переходить к действиям, конкретным действиям. Я уже не успеваю, еще у меня есть два-три предложения, которые отвечают на эти мероприятия. У нас сейчас так говорят, а они поедут, их призовут в украинскую армию. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что у них сейчас некого там призывать, при 40 миллионах населения, к сожалению, мобилизационный ресурс достаточно большой, и сильно сомневаюсь, что эти люди сразу поперекут на призывные пункты. Может быть, в первую очередь, они начнут бунтовать против своего правительства? На это стоит подумать об этом. Мы не можем дальше смотреть, что там происходит против нас. Так может продолжаться вечно. Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока Центральной Азии, экс-полковник, серьезный человек был с нами в эфире. Мы с Семеном Аркадьевичем лично увидимся еще и в пятницу эту, 29 мая, в 19 часов, в Мхате Горького, потому что у Владимира Соловьева будет там творческий вечер. 644-22-22, если кто-то еще не успел купить билеты, 644-22-22. Так что, Семен Аркадьевич, в пятницу у нас место встречи с вами уже оговорено. Всем доброго дня, это Вести ФМ, услышимся завтра.